друзья приветствую алексей из москвы с оказией передал мне вот образцы масла motul 300v power 530 вот такое описание паспорт качества но правда этот паспорт качества на масло 540 такое же только 540 и смотрите гарантийный срок хранения два года с момента изготовления очень интересный момент я думаю что это связано с эстерами далее под опуском превосходит все автоспортивные стандарты понятно так и сделано из-за там какой-то биоразлагаемые био-био-био органической базы так и следующее это смотрите есть некоторые данные сульфатная зола 0,85 процентов чуть выше чем c3 и щелочное 7,7 заявлено производителем интересно иногда информацию можно подчеркнуть и так же вот значит автомобиль условия эксплуатации это infiniti m37x v6 3.7 vq 37 hr 333 силы пробег вот я пробег разделил на среднюю скорость получилось 471 мод час сейчас покажу вам баночки две так и можно будет создавать эталон данное масло еще не проверял так отработочка из свежие так вот подписано все так приступим как говорится первым делом сейчас заложу посмотрим обновлю заранее подготовленную болванку посмотрим что прибор намерен спектрограмму так и да интересный момент про гарантийный срок хранения два года обычного масел пять лет вот так вот такая спектрограмма видно эстеровые пики такие хорошие больше чем у мобила один примерно 8 процентов я бы так оценил 0,4 далее выбираем это масло посмотрим что по показателям получается но здесь высокий уровень эстеров поэтому будет щелочной занижена кислотная завышена так противоизносных присадок 68 процентов очень похоже на c3 понятно щелочное посмотрите как прибило такой уровень эстеров минус 2 и 6 я выставляю в соответствии с указаниями производителя 7,7 минус полторы единиц разница гостов то есть 6,2 я выставил значит кислотная выставил по аналогии с мобилом 1 примерно рассчитал где-то я думаю что это 2,2 2,15 но я под 2,15 поставил думаю это будет корректно все сохраняю далее там я уже вне экрана подкорректировал и можно проверять отработку так и инфинити как я уже говорил значит объем масляной системы 5,4 сервисный объем заменяемый 4,9 общий пробег автомобиля около сто восемьдесят шести тысяч километров пробег на масле 11 тысяч 349 при средней скорости за 4,3 это 471 моточас ну и лукойловское топливо используется экта так противоизносных присадок 79 процентов отличный показатель смотрите как бы мотор на мой взгляд по расходу противоизноски в хорошем состоянии нейтрование это просто космос 30 процент 30 единиц обычно это уровень уже красной зоны здесь 52,8 здесь просто космос окисление уже кстати пассажей неплохо совсем мотор в общем-то процесс сгорания неплохо работает и посмотрите 4,14 кислотная и ноль щелочной непонятно когда он щелочной превратилась в ноль поэтому тут даже оценка будет такая с некой погрешностью так ну и воды чуть больше чем в свежем как-то так видите да видно очевидно здесь уже такой жесткий перекат на данном масле да кстати интервалы прям производитель указывает интервалы подбираете в соответствии с индивидуальными условиями то есть каждая на каждую машину индивидуально там где-то гонки где-то город но давайте посмотрим тем не менее так смотрите вязкость да ну видно что здесь перекат просто жесточайший смотрите тут практически на на две трети сработалось 70 не не 79 это у нас почему-то у меня записано 79 на самом деле это около 65 процентов загущения сильное загущение да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимать колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео и давайте посмотрим какие результаты получились значит на данном масле в данном автомобиле при этих условиях эксплуатации получился результат 5600 это мощи нейтрализующие свойства 233 моточаса но помните да что это ноль щелочное и когда она нулем стала тоже вопрос то есть может быть это и 200 часов вот по ней трава не 300 моточасов и 7300 ну тут видно что это уже от переката тут пошло накапливание и здесь скорее всего данные уже не совсем корректные ну и по по вязкости тоже видите все это конечно перекат он как бы он как бы картину сильно сильно ухудшил то есть вот это уже загущение здесь уже скапливаются соединения всякие растворимые нерастворимые и вот из-за этих соединений как раз и происходит залегание колец то есть кольца теряют подвижность они какая-то это грязь как клей такая знаете как шлаки шламы лаки скапливаются в канавках и прихватывают кольца и в какой-то момент может начаться такой уже приличный масложор здесь масложора еще нет владелец написал но с такими с такими интервалами с таким режим конечно будет владелец мне сообщил что это он то ли специально то ли случайно перекатал обычно он меняет намного раньше но тем не менее видели да что в общем то масло скорее всего специализировано скорее всего основная его задача на недлинных интервалах обеспечить максимальную защиту что делает значит эстеры вот но не вот такие закаты там длительные особенно по 470 мот часов и опять же интересный очень интересный момент я честно говоря раньше не встречался или не видел гарантийный срок хранения два года с даты изготовления вот это интересно я тоже думаю что это связано с эстерами они чаще всего это такие биомасла это бывает там какие-то масла там дерево жужоба там жирка шалота и касторка и прочие такие вот возможно с этим связано что они быстрее разлагаются вот интересный момент так что любители масел с большим количеством эстеров обращайте на это внимание я думаю что не исключено что мобилл знает эту особенность накладывает не более там 6 процентов эстеров то есть максимальная возможность скорее всего уровень 6 процентов для гражданского масла я не беру там какие-то супер там спортивные вот здесь это оправдана именно вот защиты для спорта вот такой получился тест благодарю алексея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока